Содружество науки и бизнеса. На предприятии Ультрастап в Тейковском районе состоялось подписание актов приемки двух уникальных ткацких бесчелночных станков. Их специально изготовили в Чебоксарах по заказу Ивановского политехнического университета, чтобы выпускать технический текстиль. Конечно же, вот такой опыт, который мы приобрели в сотрудничестве с институтом, когда институт закладывает определенные параметры выработки тканей, а мы решаем эти задачи, позволяет, конечно же, повысить нашу компетенцию. И тот опыт, который мы приобретаем, он для нас очень важный. Станки чебоксарских машиностроителей для производства бытовых тканей хорошо известны и работают в 57 странах мира. Но все больше уделяется внимание выпуску технического текстиля, к которому нужен особый подход. Как говорят специалисты, создать и отладить ткацкий станок сложнее, чем авиационный двигатель. На всю страну их три. Два в Ивановской области, один в Тюмени. Главное достоинство этого оборудования – ширина выпускаемой ткани – 5 метров. Аналоги таких станков существуют. Их выпускает немецкая фирма «Дарнье». Вот мы видим вдали работают те же самые станки. Но, тем не менее, наши станки получились не хуже. Мы вот даже видим по скоростным параметрам. Наш станок работает на 150 оборотов, а немецкий станок работает на 110 оборотов. Вы это видите по движению ремизных рам. Реализовать такой значимый для ВУЗа проект удалось благодаря гранту, который Политех получил несколько лет назад. Новенькие станки решили установить на действующем предприятии, чтобы была возможность непосредственно внедрять науку в производство. «Дарстап» является современнейшим предприятием как раз по переработке полиэферных волокон. И вот тот полиэферный комплекс, среди которого планируется в Ивановской области, он как раз и должен обеспечивать вот такие предприятия сырьем. Мы, планируя вырабатывать на ткацких станках как раз продукцию, связанную с такими полиэферными волокнами, как раз рассчитывали на то, что совместно нам удастся на отечественном оборудовании вырабатывать продукцию с такой же производительностью, с таким же качеством, как и на немецких станках. Политех сотрудничает с «Ультрастапом» давно. Сотрудники ВУЗа помогают предприятию разрабатывать ткацкие способы переплетения, работают над прочностью полотна, ведь оно используется в первую очередь при строительстве дорог. Наше предприятие выпускает тканный геотекстиль, который необходим для укрепления дорожного основания. Это немецкая технология, которая позволяет значительно увеличить срок жизненного цикла дорожного полотна. Также он используется для строительства подпорных стен. Помимо этого, у нас есть специальный универсальный станок, который выпускает георешетку. Сейчас Ивановский геотекстиль активно используют в Крыму. Там кипит работа не только по строительству моста, но и подходов к нему. Уже свыше миллиона квадратных метров тканного полотна из Ивановской области легло в основу дорог на полуострове. Ивольфа Черникова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Тейковский район. Продолжение следует...